Уважаемые любители моих небольших роликов! Сегодня ответы на вопросы выпуск 33. Очень много вопросов приходит от самых разных людей и часто слишком спрашивают а вот та сложная музыка которая звучит в моих роликах это откуда это произведение дворжика называется русалочка ничего хитрого там много вставок которые я использую в своих фильмах это не пластинка и не электронная версия сам записывал эту музыку непосредственно на выступление оркестра и балета теперь я должен сказать большую принести большую благодарность настоящим ценителям фотографического и кинематографического искусства потому что я занимаюсь всякими фокусами во время съемки и среди вас находятся настоящие ценители этого тонкого искусства понимающие что я делаю большое вам спасибо за добрые слова это всегда интересно создание чего-то нового в кино или фотография есть серьезные вопросы связанные непосредственно с моей профессией но в первую очередь опять таки при к виде теряется обоняние и вкус что происходит спрашивают очень многие слушатели потому что как правило обоняние вообще исчезает на несколько недель и потом очень медленно восстанавливается вполне естественно вопрос а как все устроено здесь нужно сделать некоторое интермедиа о том что на самом деле обоняние у нас устанавливается исчезает всю жизнь клетки в среднем живут примерно три-четыре иногда пять месяцев а потом образуются новые из окружающих в обонятельном эпителии а их отростки вырастают в бонятельную луковицу который проходит у нас вот здесь вот надглазничную область и вырастают в нее результате обоняния восстанавливаются но понятно что ресурс не бесконечен и с возрастом в обонянии утрачивается но вы знаете как пахнут часто квартиры стариков не из-за того что они там какие-то особенно грязнопупы они просто не ощущают тех запахов которые их окружают это к сожалению наше горе мы микросматики то есть обоняние нас плохо развито за это платим дорогую цену что же происходит при заболевании но судя по всему раз обоняние исчезает быстро то на первом этапе быстрее всего блокируется микро выраста на поверхности клеток который рецептирует как раз запахи быстрее всего вирус поражает этот участок обонятельной клетки или микротромбозы сосудов которые снабжают обонятельные петели что тоже происходит очень пост быстро и в результате клетки не могут так сказать формировать полноценный градуальный сигнал который передается в обонятельную луковицу так что двухэтапная вещь а восстановление долгое потому что быстрее всего после вирусной атаки эти клетки обонятельного эпителия непригодны для рецепции надо ждать минимум там два месяца пока единичные новые растут и поэтому пожилых людей это восстанавливается медленнее у молодых быстрее как происходит с половым обонянием не знают они исследованы но наверное было бы интересно получить информацию о изменении потенции или пристрастий при ковиде потому что умероназальный орган находится на перегородке он отвечает за половое обоняние которое напрямую сигналов обонятельных не дает а просто меняет наше отношение к людям есть другие темы есть темы например такие как я отношусь в днк паспортам и сортирунгу на их основе значит господа я не понимаю чем вопрос у нас днк паспорта записаны в паспорте сейчас это называется фамилия и отчество я уже много раз об этом говорил днк паспорт если ваш папа министр у вас правильный днк паспорт быстрее всего тоже станет министр а если генерал соответственно генерал как старом советском анекдоте полковый сын полковник спрашивает папа а я стану генералом он говорит нет сынок не станешь он год но почему же папа потому что в эту сын генерала растет свой сын вот так и здесь вот это хуже все существует просто если вы думаете что с помощью днк можно узнать человеческие способности то это чушь собачья и как известно и по способности плохо сцеплены напрямую с генома почему потому что мозг формируется каждый раз индивидуально смешивается от родителей предсказать его появление архи сложно то есть пока невозможно и в днк формы мозга нет форма и размеры структур это последствия морфогенетических событий если бы все хорошо детерминированно было то нам было наш мозг бы походила такой кусок колбасы где все связи генетически детерминированы как говорят эти слабоумные популяризаторы все детерминироваться зачем тогда это весь морфогенез гибель 80 процентов человеческих зародышей все уже все там есть вот колбаса зачем там кать структуру борозда извилины конечно нет то есть получается так что у нас на самом деле во времени в пространстве генетические события распределяются процессами морфогенеза они наоборот особенно на ранних стадиях что и предупредили предопределяет нашу индивидуальность не путайте божий дар с яичницей поэтому днк паспорта это такая же чушь как отпечатки пальцев по которым можно определить характер ребята популярные линии закладываются после дифференцировки нервной системы поэтому такие не и того же рода значит теперь вопрос тоже существенный можно ли среда отачиваться на определенных участках мозга нет конечно у нас нет там специальных рецепторах ах я сейчас хвоста то и дрога дай-ка ему хвост кручу не будет но их можно нагружать если вы достаточно осведомлены освоение своего мозга и знаете что например там занимаясь физкультурой или там например толкая мячик ногами как наши боевые футболисты значит вы стимулируете определенные области мозга туда кровь приливает увеличивается кровоток перестали гонять мячик уселись за компьютер стали смотреть конечно шедевр ренессанса но не голых девиц как вы понимаете и пытаетесь разобраться как-то возникло что там нарисовано что это означает тут у вас включаются другие зрительные в области ассоциативные начинает изучать математику там соответственно речевые области потому что математика это тоже лингвистика это же фонетика и соответствует разный уровень абстракции больше ничего на вот и вы соответственно поднимаете кровоток в речевых областях то есть сосредотачиваться на структурах не надо не надо себя изображать шопенгауэра ковыряни в пупке значит внутренне ни к чему не приведет не смешите людей вот эта вся эта среда точности внутренней богатый внутренний мир это бред и объяснение праздности бездельников значит тупка тухнет потому что я разговариваю это так неприлично еще и есть чмокать и курить а еще и выпивать это вообще отвратительно но очень приятно теперь прогемата энцефалический барьер в ленина его обезжиривание обезжиривающих диет и и использование статинов ингибиторов синтезов липопротеинов мозг у нас самый жирный орган не хотите думать не ешьте мясо и жира будете счастливы то есть будете пребывать в нежном дебилизме по собственной воле ничего не соображая потому что стенки и синапсов и мембраны клеток все 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 это белково-липидные мембрана надо иметь белок и липиды будете есть статьи на будете соображать примерно как корову наслаждайтесь жизнью может быть вы обойдете травкой после это если знание желудочках мозга значит читатель слушатель считает что это может быть резонатор или объемная антенна вы знаете когда же ко мне пришел один сумасшедший физик много-много лет назад и сказал что у нас есть внутри мозговой песок это кристаллы и они принимают космическую информацию а поскольку сумасшедшим приходит регулярно я нашел как чем его занять но вот это вопрос из этого из этих желудочки желудочки нужны для того чтобы осуществлять не что иное как движение спинномозговой жидкости она в них образуется по ним протекает проходит через мимо нейронов через нейрон и прав протекает по желудочкам по центральному каналу там до 35 лет проходит наружу по мозговыми оболочками поднимается наверх и через пахетоновой грануляции в лобные вот из части нашего мозга выходит наружу господа хорошие читайте хоть какие-нибудь мои книжки хоть для слабоумных подростков лишившихся возможности обучаться из-за героической перестройки нашего образования они не виноваты в этом виновата государство которое развалило по американским образцам наше школьное образование но здесь написано все зачем желудочки зачем движение спинномозговой жидкости что к этому приводит у вас через мозг течет струя диаметром 3 миллиметра если перекрыть превратить желудочки в резонатор или объем антенну то вы от гидроцефалии умрет через несколько часов если добрая болит они пробьют вам дырку наружу под мозговые оболочки не шунтируют так что вот эти фантазии раннего средневеков попытайтесь как-нибудь аннигилировать с помощью хотя бы моих книг ну хотя бы учебников ну хотя бы для восьмого класса средней школы может быть что-то вы оттуда почерпнете что я думаю о магах живущих тысячу лет я думаю что надо что-то пить более качественное менее токсичное значит как можно стать моим студентом никак нельзя я после введения егэ ушел из высшей школы преподавал в московском государственном университете и больше туда не вернусь поэтому студентам никак вот если вы кончите мета институтом с неврологической специализации или там биологических факультетом гу и потом придете то может быть если ваше образование кажется соответствующим тому чем занимаются в лаборатории где работаю значит должен под занавес нашего кратенького интервью с ответами на вопросы сказать что я недавно побывал в сергиевой слободе вот полюбить еще раз на картину и приобрел там роскошный сыр горгонзолу свежачок запах изумительный я думаю что в италии пускают слюни от этого запах который думаю до них легко может дойти то есть сергей николаевич сделал новую серию сыров и я всячески рекомендую их попробовать свежий сыр из цельного молока они с порошка да еще без транс без транспортировки это сказочное удовольствие вот этот горгонзолу если взять на подсушенный кусочек хлебушка обжаренный в тостер ниц положить и потом под свежий черный чаек среднегорный цейлонский получите огромнейшее удовольствие я вам уже заранее завидую советую пока этот чудесный сыр не кончился достичь этого прекрасного места которое находится между александровым и кольчугина и запастись сим дефицитным продуктом на этом уважаемые слушатели я с вами прощаюсь хотя есть еще вопросы всякие интересные но вот которые а потом которые постараюсь ответить следующий раз ну напоследок могу сказать что разница между инженерами и цифровиками огромная и такой есть вопрос какая разница мозга то в том что инженеры работают с образами они как правило предметно-механические анализаторы используют том числе зрительные а цифровики в основном слуховые и речевые области там где абстракция лингвистического порядка то есть скорее цифровики ски сходны с лингвистами любителями словесности и прочее а не с инженерами это очень разные части мозга но если понадобится когда-нибудь расскажу об этом поподробнее ну а сейчас посылаю вас горгонзоли и хороших напитком которые в сочетании с этим чудесным сыром наверняка продлят вам жизнь но если не продлят то хотя бы улучшить настроение на этом до свидания да а а а Субтитры создавал DimaTorzok